Но если все сводить к ответу на вопрос, может ли соцсеть быть и коммуникации в интернете чем-то, что угрожает авторитарным режимам, таким, как, например, Путинский, да, безусловно, конечно, да. Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин. Репорт». У микрофона Юрий Рашкин, и я очень рад, потому что на этой программе я буду задавать вопросы человеку, который обычно задает вопросы мне. Данил Русаков, радиоведущий, телеведущий. Добро пожаловать на «Рашкин». Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. Ну что ж, я думаю, что на самом деле ваш голос, наверное, многим знаком, поэтому когда, если люди говорят «Кто такой Данил Русаков?», я думаю, когда они вас услышат, когда вы говорите, то ваш голос знаком через Дэвидсон радио и через РТН. Это прекрасно, но вы начали свою карьеру уже не там. Вы начали вашу карьеру в Москве или в России, по крайней мере. Расскажите о начале, потому что мне кажется, насколько я понимаю, 2012 год и «Болотное дело» для вас таким, как бы, это важная точка отсчета для вас, если вы могли бы об этом поговорить. Да, ну, начал я карьеру немножко раньше. Начал я в 2008 году. Я до 20 лет своей жизни жил в Краснодаре. И в тот момент, скажем, все федеральные каналы уже представляли из себя такой информационный филиал администрации президента. Ну, то есть я говорю сейчас о большой пятерке федеральных телеканалов России, те, которые выпускают новости. И был один канал, который, ну, это такой дождь того времени. Сейчас он, конечно, из себя представляет совершенно нечто иное, проадминистративное. Но тогда это был канал РНТВ, потому что, значит, в нем было все тогда, чтобы привлечь молодого человека к просмотру. Ночью по выходным там показывали фильмы эротического содержания, а днем показывали достаточно злые, кусачие оппозиционные новости. Может, кому-то из ваших, наших зрителей, известно, вполне себе такая была итоговая программа с Марианой Максимовской, неделя называлась. И, конечно, я видел, что интонации, которые звучат там, очень сильно отличаются от того, что можно увидеть по первому, второму, каким-то него другим каналам. Но, понятное дело, что это редакционная политика. А редакционная политика, она может тому-то нравиться или не нравиться. Для того, чтобы получить опыт работы, необходимо, чтобы было какой-то до этого, ну, какой-то бэгграфт. И я, конечно, начинал на региональном телевидении, вот один такой эпизод моей жизни, я начинал работать на ГТРК Кубань. То есть это вот филиал второго канала в Краснодарском крае. И, понятное дело, что это вот тот самый государственный холдинг ГТРК. У них в каждом регионе есть свои такие региональные вставки. И там Вести Калмыкия, Вести Кубань, Вести Дон и так далее. То есть там Вести Приморья. В каждом регионе есть что-то такое. И, понятное дело, что региональное телевидение страдает таким глубоким диагнозом того, что оно... Сейчас оно, конечно, наверное, поправилось просто по качеству, имеется в виду картинки. И по качеству как-то собираюсь, сейчас не говорю про информационное содержание. Но действительно было очень много сюжетов, которые мне, правда, не очень интересно снимать. Это как, значит, лопаются дороги, как течет канализация, как жители дома номер какого-то жалуются на то, что у них в блоке крысы и мыши. Там была своя проадминистративная часть по губернатора, там мэра и так далее. Но этим, как правило, занимались люди в ранге спецкорреспондента. Я к ним тогда не относился. Но я научился тогда самому важному. Я научился, как снимать телевизионные сюжеты, научился работать в эфире. Я научился всему тому, с чем я мог дальше пойти на РНТВ. А потом, я так сейчас сокращение рассказываю, в моей жизни случилось три года Польши. Я там был корреспондентом одного из федеральных телеканалов. Да, и потом были протесты в России 11-12 года после, собственно, сфальсифицированных первых. Они, конечно, были не первые, а, скорее всего, они были первые действительно сильно сфальсифицированные выборы в Госдуму, потому что тогда несогласие с «Единой Россией» Путиным, оно уже существовало в виде такого масштабного явления в сознаниях масс. И я тогда, находясь в Польше, для себя понял, что я хочу вернуться. Я хочу вернуться, потому что я, наверное, по своей тогдашней наивности думал, что сейчас с помощью мирных акций протеста власть, значит, она поменяется, будет что-то другое и возникнет совершенно иная реальность. Приехал я уже в тот момент, когда самая знаковая часть из всех протестов, которые тогда были зимой, весной 11-12 года, произошла. Это было 6 мая 2012 года. Я приехал в Россию летом, и я еще не сильно понял, что происходит. Я не понял, что происходит, потому что тогда начали кого-то арестовывать, но люди все равно собирались на митингах. Я не знал, что это начало такой истории, конечно же, и уличных митингов, но еще и больших длинных судов, которые совершенно очевидно войдут и уже вошли в учебник новейшей российской истории. И болотное дело для меня, конечно, было таким первым проявлением, когда, ну, тут некоторые спорят, говорят, что манежное дело, наверное, это было первым таким большим процессом, который власть устроила не против кого-то, кто когда-то относился к этой системе, какой-то олигарх, который передумал с ней дружить или еще что-то, а которая была использована против людей, выходящих с какими бы то ни было месседжами, посылами на площадь. Я просто напомню, что в 11-12 году это была очень такая широкая протестная коалиция, туда входили как либералы, так левые, так и правые. Вот. И, в общем-то, все были едины во мнении, что сейчас нужно каким-то образом одолеть путинский режим, а дальше мы уже сами между собой договоримся и разберемся. Ну, нечто подобное, если кто помнит, происходило в частности в той же самой, например, Польской народной республике, когда заканчивалась власть коммунизма, то тогда тоже солидарность, она объединялась и с либералами, и с кем-то не объединялась. Потому что все поссорились, но тоже была другая страница. Вот. И для меня, да, для меня, опять-таки, вырезая большое количество всяких деталей, я потом, мне повезло, что я тогда работал на телекомпании «Мир», которая вот так удивительно, да, за счет того, что это СНГшный телеканал, который принадлежит большому количеству стран, да, то он особо не отличился в деле там какой-нибудь информационной атаки на Киев, когда случился Майдан, да, и это, конечно, было очень хорошо. Ну, то есть, как бы, всегда нужно выбирать лучшие условия из тех, которые есть. И, в общем-то, как-то в отношении российской оппозиции не было установки сверху в редакции, что там нужно, как Киселев ее мочить или еще что-то. Во-первых, я бы этого не делал, да, а во-вторых, я радовался тому, что я могу оставаться в пределах вполне себе такого журналистского стандарта, который существует с определенными оговорками, конечно, да, это сделать нейтральный сюжет, да. Нейтральный сюжет даже для тех времен это было уже достижение, потому что все остальные занимались информационной войной. Но это вот так вот вкратце, да, потому что там много чего другого интересного в жизни не случалось. Такой вопрос. Знаете, мне всегда развлекали российские новости, потому что они такие подставленные. Когда их снимают, мне кажется, всегда все очень организовывается перед камерой. А вот в американских новостях как-то, ну, как бы скажут, но это не тот уровень планирования. Для вас это как, вы привыкли к этому, или вам было легко от этого, как бы, ваша реакция на такой подход? Смотрите, я порекомендую одну книжку, которая даже если ее перевести на английский язык, кстати, не уверен, что она не переведена, но было бы неплохо ее перевести. Значит, ее написал, я всегда забываю его фамилию, это прекрасного человека, но она называется «Как делать сюжет новостей». Имя Константин, если я фамилию вспомню, я вам о том скажу. И мне ее дали на ГТРК «Кубань», когда я пришел туда только работать. Книжка написана человеком, который работал на перестроечном ленинградском телевидении, и он описывает то, каким образом он, придя в редакцию стажером, овладел технологией производства новостей. Начинается она, конечно, с очень интересного момента, где он говорит о том, что я, выезжая со съемочной группой, волнуюсь, не понимаю, как мне снимать сюжет, думаю, что я сейчас сниму прекрасно, а там был сюжет на вечерний эфир, нужно было сделать о том, как сносят, если память не изменяет, какую-то гостиницу, и, значит, люди вышли на какой-то митинг. Он говорит, я выхожу, я вижу утро, вижу, что пасмурная погода, стоят какие-то люди с плакатами, и я не вижу сюжета. И дальше он просто на протяжении всей книжки объясняет, как сюжет делается. Он объясняет одну такую простую вещь, как сделать сюжет новостей в условиях, когда ты приезжаешь на местности, и там что-то происходит. Потому что то, что выходит на экран, это уже некий смонтированный вариант. Это как примерно случилось условно преступление, а как его описал следователь, стартовал судья, это уже совершенно другая история. И я уже честно могу сказать, что абсолютно, ну так вот, открывая карты, под одну и ту же картинку можно сделать абсолютно разные по интонациям сюжеты с абсолютно разными смысловыми акцентами. Собственно, о чем вот Константин, этот автор книжки, не могу себе простить, что не помню его фамилию, о чем он говорит. Завершает книжку словами, сюжет – это кино. Все очень просто. Если, допустим, кому-то надо, то есть вот стоят два репортера на одном и том же мероприятии, у которых… Давайте вот возьмем в качестве примера какое-нибудь мероприятие. Вы упомянули часть моей биографии съемки оппозиции в России. Вот стоит какой-то репортер телеканала, которого федерального ему нужно снять из этого гадость, и стоит какой-то репортер, которому из этого гадость снимать не надо. Соответственно, в которой будут снимать гадость, будут искать каких-нибудь странных людей, они на любой демонстрации есть, каких-нибудь детей, каких-нибудь, может быть, полуалкашей, которые пришли, и выдавать, что это вот это участники мероприятия. Это из самого простого. Соответственно, человек, у которого такой задачи не стоит, он будет снимать людей, которые обычные горожане пришли, переживают за ребят, попавших куда-то в следственные изоляторы, ожидающие суда. Так можно разобрать абсолютно любую историю, так можно разобрать абсолютно любую идею. То есть как бы в данном случае журналистики всегда, если опять-таки мы сейчас говорим прямо, важен в большей степени, наверное, даже нарратив, а не фактология. Это ошибка, когда думают, что кто-то занимается подтасовкой фактов, уверяя, 19% пропаганды, которую мы можем видеть из тех или иных авторитарных стран, она, конечно же, фактологически бывает безупречная. Просто вопрос, каким образом дальше вы эти ингредиенты смешали в салате, какие смысловые акценты поставили. А вот это уже очень тонкое умение, которым, наверное, необходимо обладающего, который собирается работать в этой сфере. Вы считаете, что нужно образовывать россиян о том, как работает пропаганда, потому что, когда я смотрю российское телевидение, это выглядит как одно большое шоу, кто хочет быть миллионером. Такая запугивающая музыка, сейчас что-то произойдет. Но вот это вот нас как бы запугивают и нам создает любопытство. И в таком возведенном состоянии нам можно больше что-то протолкнуть, какие-то идеи. Вас волнует такая технология, потому что вы профессионал, видите, что людей дурят. Или как вы на это рассматриваете? Смотрите, большинство телезрителей, правда, при всем уважении, это люди абсолютно разные, с разным уровнем образования, разным подходом к жизни, разным ощущением правды и так далее. И какой-то делать общий ликбез относительно того, что является пропаганда, чтобы они умели различать. Теоретически, наверное, можно, но вряд ли это будет воспринято. Есть определенные стандарты, которые, в общем, обычно, даже на российско-федеральном телевидении до недавних времен, применялись, если этот сюжет не составляет политической необходимости. Если он политически не важен. Ну, к таким сюжетам, как правило, наверное, можно было бы отнести там в хуторе Пердяева «Нет воды», то тогда включается стандарт такой простой, что слово нужно дать всем максимально. То есть это даже правило такое, что в любом сюжете должно быть два синхроны. Синхрон – это вот фрагмент выступления человека, то, что до 20 секунд ограничено в русской телевизионной мемплатуре. И тут, наверное, в большей степени, наверное, надо предъявлять эти требования не к зрителю, чтобы он умел что-то различать, а к журналисту, потому что я не верю в перспективу того, что зрителя чему-то можно научить. Зритель обычно употребляет контент. Зритель смотрит кино, если оно ему не нравится, но его переключает, если он верит, то он смотреть будет. Человек, работающий в новостях, хорошо понимает какие… То есть это как бы подтверждение наших уже присуществующих предвзятостей. Конечно. И человек, который работает в новостной службе, он прекрасно понимает, на какие кнопки нужно нажимать для того, чтобы человека побудить к той или иной эмоции. Никакая инструкция не поможет от этого отходить. То есть единственный вариант, если, как говорит Алексей Навальный, которого я сам неоднократно снимал, у которого мы с большим уважением, сочувствием отношусь, с сочувствием, в смысле рядом паны, да, к каким-то сопричастным ощущениям, как бы действительно я очень, скажем так, я смотрю, как он растет, я смотрю, на какие жертвы он идет, и, конечно, для меня это совершенно абсолютно герой современности, а не как для какой-нибудь там Симонянша, подозрительное существо по фамилии Асанж. Так вот, как раз-таки, мне кажется, что вот если, когда Алексей говорит о прекрасной России будущего, то произойдет, если она когда-то случится, да, я все-таки думаю, что когда-то случится, то, наверное, просто обратно нужно будет напомнить телеканалам о том, что существуют эти стандарты. Но это тоже, потому что наивный ход. Скорее, мне кажется, что все разобьется следующим образом, как-то есть в Америке, либо в какой-то другой стране мира, как в Америке есть телеканалы, ну, из пятерки американских телеканалов, да, то есть там есть, значит, ABC, NBC, CBS, Fox, ну, в частности, да, там есть канал, который поддерживает правую политику, есть, который поддерживает политику, там, либеральную, есть, который ультралевый, да, вот CNN, как правило, как бы так влевую скатывается, а как-нибудь ABC, да, он больше поддерживает такую центрийскую позицию, да, там, не правые, не левые и так далее, да, и мне кажется, что это примерно оптимальная модель, которая может существовать абсолютно для любой страны, потому что каждый телеканал, как бы он не доставлялся, да, как бы кто ни говорил, что не смотрит телевидение, телевидение продолжает смотреть огромное количество людей, вряд ли его победит интернет окончательно, когда бы то ни было. Мы даже видим, что сейчас, когда продают мониторы, способные, которые вешают на стену, да, то у них есть, значит, доступ к кабельному телевидению и к YouTube, да, а многие телеканалы через YouTube, как стрим, продолжают работать, да, их там смотрят. Так вот, я думаю, что самый оптимальный вариант это просто каждому по своей песочнице отдать, и чтобы люди в рамках того, что им кажется, по интересам, могли смотреть тот или иной канал, ту или иную программу, употреблять тот или иной контент, сделать абсолютно правдивое и честное телевидение. Я, наверное, такой в этом смысле циник, да, человек с, сколько у меня опыта работы на телевидении, 13 лет, да, вот 13 год пошел, осенью 2008 года я пришел работать на телевидении. И, наверное, все-таки я не верю в какие-то понятия там абсолютной правды, абсолютной истины, абсолютной объективности, ну, просто потому, что это, то есть абсолютная объективность может заключаться только в том, что вот я вам сейчас показываю ладонь, а все остальное это мои оттенки относительно того, красивая она, некрасивая, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, да, а это уже не может. Я понимаю, о чем вы говорите, Данил, я понимаю, о чем вы говорите, потому что я, как избранное лицо, был, как бы, предметом статей много раз о том, где я присутствовал, и иногда я говорил, знаете, мне кажется, что, да, это, ну, это как бы вот, у меня появлялось ощущение, что это возможно для журналиста, для репортера описать то, что они как бы увидели сами, используя наши цитаты. Это не то, что я видел, это то, что журналист увидел, но это не обязательно то, что было на самом деле, это вообще проблема для коммуникации в принципе, потому что общение между людьми очень затрудняется. Я понимаю вашу, так сказать, такую экзистенциальную проблему, как передать информацию, как передать правду, но есть журналистика, есть пропаганда. Я согласен, да, ну, пропаганда, она в данном случае просто предполагает, скажем, следование, ну, вот, я хороший пример могу привести, вы сейчас говорили про федеральные российские телеканалы, которые я запомнил, например, вот, один из тех телеканалов, который федерально-российски базируется в Санкт-Петербурге, как раз когда, это пятый российский телеканал, значит, там было одного, я не буду называть, как ее зовут, я знаю этого человека, я ее знаю, она уже давно не работает в кадре, у нее случилось хорошее повышение, но она, делая материал для итоговой программы с митингов на Болотное, поставила фрагмент Шевчука, то, что она называет словом лайф, кусок жизни, упал кирпич, там, врезалась машина, это без закадрового текста, такой короткий, демонстранты кричат друг на друг, да, вот это то, что называется лайф. Она поставила лайф, выступление Шевчука со сцены, где он пел песню «Родина, пусть кричат у Родина», и после этого был поставлен «Стоп», мы знаем, что там есть продолжение, а нам не нравится «Спящая красавица». Вот, конечно, да, конечно, пропаганда существует, но я же говорю про, там, условно, если мы сейчас говорим в условиях парадигмы, да, такая, в условиях России, то, наверное, в будущем, опять, если настанет вот эта вот Россия, прекрасная Россия будущего, Россия Навального, то, скорее всего, конечно, телеканалы где-то будут перегибать, да, но очень важно, чтобы они были разными клубами по интересу, сейчас то, что мы видим, все телеканалы, которые существуют, они все дуют в одну дуду, получают инструкции с администрацией президента, где им говорят, на чем поставить логический акцент, это абсолютно ручной управляемый процесс, но, на мой взгляд, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. То есть, тогда мы говорим, если пропаганда, то это государственная точка зрения, а журналистика бывает в зависимости от того, кто владеет газетой, кто владеет телеканалом, то у них могут быть разные направления и так далее, а пропаганда – это просто более государственный колпак, под которым вот в России все это существует сейчас, то, что вы описываете, в ручном режиме. Как ситуация ухудшилась за последние, скажем, 10 лет, что вы работаете на этой работе, и как вы оказались в Америке? Да, это очень объемный вопрос. Начну с того, как ухудшилась, потом уже отвечу на все дальше по пунктам. Первый момент – это то, что действительно, скажем, еще когда мои последние годы работы на российском телевидении, они в основном сводились примерно к тому, что что-то, что связано с позицией административной, оно регулировалось, но другие темы их как бы особо не регулировали. Проблема в том, что в последнее время еще только одна административная тема и осталась, и это, как бы прямое продолжение работы пресс-службы какого-нибудь там Путина, ну, в общем, да, на самом деле именно так сейчас и будет. То есть свободы, даже те эфемерные относительные, которые на российском телевидении существовали, их забирали как бы по очереди, да, и с прекращением работы старого НТВ, я напомню, от начала 2000-х годов, конечно же, прямо все сразу не закончилось, да. Много еще что где было, на каких-то каналах были единичные программы, там, например, совершенно чудесная великолепная программа «Школа злословия» на НТВ, но она, правда, уже заканчивала свои эфиры, когда она выходила глубокой ночью, и, конечно, она была очень неформатная как для редакционной политики НТВ, которым тогда НТВ стало. Со мной с 2014 года, я работал еще на Майдане, я был на Боинге малазийском, который упал, и я вернулся, в общем, понимая, что то, что было мной увидено, ну, то есть, в частности, кроме того же Боинга, я видел своими глазами как 20-го числа, до этого раньше, в феврале, на Майдане в Киеве погибали демонстранты, и, собственно, тот момент, который потом уже все знают, как появление небесной сотни, да, то есть это вот то, что я мог видеть своими глазами. Конечно, в моем понимании тогда была такая абсолютная параллель, да, я понимал, что есть авторитарные режимы, которые пытаются, либо режимы, стремящиеся к авторитарным, которые пытаются использовать силовиков для подавления простого права граждан на смену власти, и в случае с той же самой Украиной, конечно же, это все было устроено руками Беркута, ну, сверху были даны инструкции от администрации Янковича, которая мне, понятное дело, была несимпатична и неприятна, и, в общем, она мне была так же неприятна и несимпатична, как и несимпатична и неприятна администрация Путина. Мое такое личное оценочное суждение. И, понятное дело, что там в случае с Болотной для меня герои – это Болотники, антигерои, мы сейчас драматургическим языком говорим, это ОМОН. Точно так же в Киеве для меня героями были манифестанты майдановцы, и антигероями были, собственно, вербковцы. И тогда уже очень много кто... Скажите, почему? Потому что это было от того, что вы туда приехали, скажем, как человек-журналист за историей, посмотреть, что происходит, и вы увидели, и вы поняли, что ваша идентификация с манифестантами, или вы уже туда ехали с точки зрения, которая оказалась поддержана? Знаете, я думаю, что это такой мировоззренческий вопрос, потому что не со всякими манифестантами захочется ассоциироваться. Вот в частности, наверное, кто-то помнит, коль скоро мы говорим про Украину, на востоке Украины, когда появлялась ДНР, там же тоже какие-то были местные манифестанты, которые там героически освободили магазин метро, вынеся оттуда все, что было, вот эти золотые зубы, улыбающиеся и с знаменами Сталина. Не всяких манифестантов будешь поддерживать. Для меня, конечно, был абсолютно поддержан такой проевропейский тренд в развитии стран постсоветских. Мне это было понятно, я до этого жил в Польше, страна, которая прошла это, она прошла это успешно, и, конечно, если Украина хотела прийти к такому состоянию, к которому пришла тогда Польша, Чехия, например, та же самая, для меня это было правильным выбором. И, собственно, по тем же причинам я и поддержал болото. Я вообще очень благодарен европейскому опыту, который у меня был, потому что, например, я какое-то время прожил в городе Гданьске, там я видел своими глазами эту гданьскую судовер, где появилась эта вот солидарность, солидарность по-русски, профсоюз, как его тогда называли, хотя это не совсем профсоюз, это такое движение политическое рабочих, которое положило конец, как многие считают, коммунизму в Восточной Европе. И я слишком много в себя впитал всего, понимаете, поэтому для меня события на Болотной, на Майдане, митинги Навального, которые сейчас происходят, они все очень очевидны, они все очень понятны, непонятен их вектор мировоззренческий, я с ними согласен, но в митинге какой-нибудь там освободивших магазин метро донбассовцев, так называемых, либо вот этих всех свезенных с силком учителей на Поклонную гору, как раз, опять-таки, если мы говорим про Россию, там же была Болотная, была Поклонная, многие стебались, говорят, что там за власть пришли на Поклонную, понимаете, что не каждый митинг, не каждая манифестация будет мою поддерживать, важно настроение, которое это все несет. В 2014 году, после того, когда я принял решение, что я хочу уйти, я ушел, я долгое время был субкором украинского телеканала Интер в России, пока это было возможно, а потом у меня просто возникли проблемы с органами, но это отдельная долгая история, в общем, сейчас я в России находиться не могу. Это хорошая концовка для ответа вопроса, сейчас в России я находиться не могу. Поздравляю. Насколько вы знаете, статья о госизмене 275 была как раз переписана таким образом, что по ней можно привлечь человека к ней, даже не имевшего допуск к государственной тайне, увы и ах, но вот, нет, если мы просто посмотрим, да, это то, чем я продолжаю заниматься, я в своей программе, у нас там есть, идея телеканала такая, что кроме новостей про Америку, у нас еще ведущие рассказывают, сейчас про Артен, русскоязычный американский телеканал, рассказывают про, в общем, кстати, все время приходится оправдывать, это не Russia Today, не путайте нас, пожалуйста, даже название раньше появилось, вот это созвучие иногда сейчас, конечно. но у вас одна дополнительная буква, вот эта дополнительная буква. Да, RTVI, RTVI, да, RTVI примерно то же самое. Вообще, RT, это просто плохая комбинация. Да, да, так вот, у нас на канале есть такая идея, которая была давно организована, как бы принята менеджментом, да, и среди авторов в разных программах ее распределили. Помимо новостей об Америке еще рассказывается новость из стран, где есть большая русскоязычная диаспора, либо стран, откуда эти люди происходят. И, соответственно, у нас есть, кому-то что-то досталось, да, кому-то досталась Украина, кому-то досталась Грузия, кому-то досталась, не поверьте, даже Великобритания, ну, Лондон, это сейчас очень популярное место, куда люди, владеющие русским языком из постсоветских стран, те, для кого русский родной, да, быть там русскими, украинскими, казахами, неважно, да, они туда уезжают, Лондон, такая Мека на карте Старого Света. Есть Германия, там тоже известно, что большая диаспора, соответственно, есть Израиль, есть Беларусь, есть Россия. Вот мне досталась Россия и Беларусь в этом смысле, и, конечно, я продолжаю быть в информационной повестке, там, после блока американских новостей мы всегда, я по тем распределенным темам, происходят, и, в общем, если говорить про фабрикацию уголовных дел, даже не только против журналистов, хотя какой-нибудь там Иван Сафронов, это тоже вполне себе известная история, ни за что 2.75 дела о госизмене, это, увы, данность последнего времени, в чем-то очень важная мысль, если когда-то заводили уголовные дела об участии в так называемых массовых беспорядках, это вот события на Болотной площади в Москве, хотя статья 212 УК РФ предполагает некое наличие квалифицирующих признаков, поджоги, погромы, применение предметов, имитирующих оружие, наличие человеческих жертв, там есть несколько квалифицирующих признаков, то есть там ничего этого не было, чтобы как-то натянуть это до массовых беспорядков, следовательно, писали, что где-то недалеко от этой демонстрации на асфальте горел фаер, это был, не поверите, поджог, поэтому, если тогда они хоть как-то хоть чем-то даже так кисло, вяло, бессмысленно, но пытались обосновывать свои фабрикации, уголовных дел, то сейчас такой задачи даже не стоит, и, в общем, уголовный кодекс переписали, а уголовные дела, которые заводят, они действительно строятся на какой-то просто бредовой основе. вы считаете, что возможно сейчас заниматься журналистикой и быть журналистом в России, или это уже вы становитесь тогда пропагандистом в какой-то мере, и заниматься журналистикой на русском языке уже нужно делать как-то либо сам, или за пределами России? Смотрите, 2012 год это действительно был такой Рубикон, потому что многие говорят, что Крым, нет, не Крым, потому что все то, что использовали против Украины потом в пропаганде, все те же лица, Киселев и так далее, они были использованы вначале, кто у нас был на болотной, Немцов, Навальный, Собчак тогда еще там было, много кто там было, далеко не весь список, у всех потом по-разному сложилась судьба, но вообще если мы говорим о Рубиконе, то это, наверное, 2012 год, потому что тогда СМИ окончательно разделились на те, где можно и где нельзя, РНТВ, который тогда был под Ковальчуками, но который как Адушину использовали телевизионную, он стал вполне себе обычным телеканалом, А Адушин это кабельный канал Дождь, который можно видеть только по кабелю или по спутнику, его нет в цифровых пакетах наземного телевидения, его в общем не в всех кабельных сетях его можно найти. Какие-то телеканалы, на которых существовали опять-таки программы в духе той же школы злословия такие, ну, серии там для людей с какой-нибудь такой, ну, условно такой либеральной точки зрения, да, либеральной в российском понимании этого слова, потому что в разных странах это разное, вот, то они эти телеканалы от таких программ избавились, и дальше просто появились СМИ, которые либо против Кремля условно, да, ну, мы понимаем, по-настоящему, не против Кремля, либо те, которые за Кремль, но это вся та вот эта вот старая значит, когорта, которая была, потому что до определенного времени, до определенного времени, опять-таки, пока в России не появились эти митинги, вполне себе неплохим агентством считалось РИА Новости, оно полностью государственное, оно действительно было очень неплохим информационным агентством, несмотря на то, что финансировалось государством, но, насколько мы все помним, там пришел в качестве руководителя агентства Дмитрий Киселев, и история, она поменялась. Как вы рассматриваете роль интернета и Ютуба в сегодняшней журналистике на русском языке? Конечно, на других языках есть, особенно на английском, есть больше СМИ и так далее, а на русском как-то каждый человек с телефоном, с камерой стал собственным журналистом. Имеет ли это какое-то влияние или это просто отдушина все, что осталось? Смотрите, я плохо не отношусь к людям, которые с камерой выходят что-то снимать, но это все-таки что-то похожее на Самуиздат. Наверное, многие из наших зрителей знают, что это такое. Это действительно больше похоже на Самуиздат, потому что... Мы знаем, как Самуиздат был популярен в Советском Союзе. Именно, именно, вы абсолютно правы. И это сейчас тоже Самуиздат, и он тоже очень популярен. Но проблема заключается в том, что вообще принцип построения телевизионного сюжета новостей, он обладает не только какими-то канонами, которые люди первые ищут от журналистики, объективность и так далее и тому подобное. Он еще обладает некими техническими творческими параметрами. Человек, выходящий на площадь, просто поливать вот это все стримом, но едва ли будет какой-то зритель, который будет готов смотреть полтора часа, если действительно ничего-то ценного не происходит. Многие этого не понимают. Собрать из этого трехминутный сюжет может только профессиональный телевизионный журналист, понимая, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. Люди, которые просто взяли телефон в руки, они этого не знают. Это не говорит о том, что они не имеют на это право. Может быть, они еще научатся. Я поспорю только в том смысле, что когда я вижу полуторачасовое видео протеста, то, наверное, это более объективная передача протеста, чем любое видео на три минуты, которое будет из этого вырезано. Если мы считаем, что объективность нарушается любым человеком, который это пытается пересказывать, тогда это будет не только журналист, а даже любой человек, который проходил мимо и потом пересказал, что он видел, то, наверное, я с вами соглашусь. Понимаете, что полтора часа у нас время достаточно ценное, и это ресурс, который не восстанавливается, поэтому куда удобнее новости посмотреть. Много разных новостей, чем полтора часа смотреть видео, на котором, вероятно, будет все прекрасно. Да, это проблема для всех нас, потому что иногда хочется поговорить, а понимая, что такое длинное видео никто смотреть не будет, поэтому иногда надо разговоры заканчивать. Но просто, если мы говорим о честности, о журнализме, то это намного более честный подход. Я бы назвал это не журналистикой, я бы назвал это скорее документалистикой, потому что журналистику никто не освобождал вообще такого понятия, как эмоциональность. Передавать эмоцию это то, что журналист должен сделать. То, что эмоции это просто часть нашей жизни. Это ткань, в которую оно вплетено. Без эмоций ничего не существует, потому что, ну, странно, я опять-таки вернусь к тем временам, когда я только начинал работать на телевидении, если человек приезжает в какой-нибудь хутор Краснодарского края, снимает, что там нет воды, то, понятно, лучше дать синхрон женщине, которая кричит, что если, да я не могу больше так жить, тогда все понимают уровень проблемы, что она устала, и так, то есть эмоция, она тоже в этом смысле является определенным показателем, скажем, злободневности, объективности. Я думаю, что эмоции вообще являются здесь самой главной составляющей, потому что цифры, как вы сказали, факты можно найти, они могут даже быть одинаковые, а вот это эмоциональная составляющая, то, что дает это направление. Да, именно, поэтому, в общем, с митинга, нет, можно сделать вполне себе то, что мы называем нейтральным сюжетом с митинга, то есть это имеется в виду сюжет, в котором, в общем, посмотрев этот сюжет, вряд ли можно будет сказать, что вот этого там не было, да, то есть это совершенно очевидно, но тут важен как бы еще какой момент, всегда человека будет сносить в ту или иную эмоциональность, даже тех же блогеров одиночных, которые на ютубе, ну, коль скоро мы про него говорим, работают, у них тоже есть своя эмоциональность, у них тоже есть свои какие-то трактовки, да, иногда их представления о реальности, они бывают даже очень удивительными, потому что, например, в сюжете я не могу выйти и сам все рассказать, мне нужно еще как бы дать слово другим, мне нужно дать там два-три синхрона участников события, мне нужно дать какие-то лайфы, если это митинг, предположим, да, опять-таки, если нет воды, то вот лайф просто откручивают кран, да, и там, а воды нет, да, вот этот скрипт-труп, который слышен, все-таки здесь не только я один участвую, а часто люди, которые что-то снимают и об этом рассказывают, да, у них объективность даже меньше, чем у журналистов, но опять-таки, это все оценочные суждения, я понимаю, тут можно как в одну сторону развивать эту тему, так совершенно в другую, у нас будет очень много разных, ну, скажем, оттенков интерпретации этого явления, но вот единственное, что, наверное, могу сказать, да, я думаю, что в современной русскоязычной, если мы конкретно говорим на российской среде информационной, ну, наверное, Беларусь тоже, в принципе, русскоязычное государство, и у них тоже подобного рода проблемы возникают, да, как многие говорят, братские режимы, да, Лукашенко и Путин, то Ютуб стал местом, где в отсутствии возможности выступить в больших классических СМИ люди начинают что-то делать, но опять-таки, я думаю, что когда конъюнктура изменится, когда эти режимы исчезнут, вот эти люди перейдут на большие экраны, будут делать большие продукты, это их старт, начало. Вы, раз уж мы сравнили с сам издатом, вы считаете, что сам издат проявил какое-то влияние на распад Советского Союза или перестройки, появление в перестройке, и как в этом смысле могут повлиять соцсети на то, кто находится у власти в России? По поводу сам издата, который привел к развалу Советского Союза, это даже история немножко связанная с моей жизнью. У меня мама, она закончила Угитмик, она театральная киноактриса, Марина Русакова, и в 80-е годы, когда она там училась, это было очень популярно в творческой среде заниматься сам издатом, и вообще вольнодумчества там было очень много. И она сама занималась тем, что набирала какие-то книги, запрещенные, к публикации в Советском Союзе, за это была уголовная статья, насколько мы знаем, и вот в этом смысле, конечно, да, я рецидивист, как минимум, во втором поколении, поэтому так получилось. Если речь идет о современной истории, насколько соцсети могут или не могут повлиять, смотрите, самое важное, что смогли сделать соцсети, они помогли людям быстро осуществлять коммуникации. Даже такое нечто пограничное между соцсетью и мессенджером, это Телеграм, очень хорошо известный в той части, в той части суши, в тех местах. Так вот, Телеграм, он же собирал людей, в том числе с помощью Телеграма, например, собирали людей на акции Навального, с помощью Телеграма, люди сообщали о том, кто где находится задержка. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, новые технологии, это то, чем государство, ну, конечно, в первую очередь, мы говорим про Россию, а вообще, в принципе, говорим про государство, у государства есть вообще такое желание, чтобы это не было контролировать в том или ином виде у любого государства, да, просто вопрос масштабов того, что в авторитарных странах государство стремится контролировать все. то, конечно, я думаю, что когда-нибудь мы увидим попытки влезть в эту сферу, мы увидим, что кто-то будет хотеть регулировать соцсети, соцсети наверняка смогут создавать свою собственную повестку и таким образом с государством, вероятно, соперничать, и это будет уже совершенно новая история, но если сводить все, такая новая, что мы еще такого не видели, но если все сводить к ответу на вопрос, может ли соцсеть быть и коммуникации в интернете чем-то, что угрожает авторитарным режимам, таким, например, путинский, да, безусловно, конечно, да. Ну что ж, Данил Русаков, большое вам спасибо за ваше время, надо будет продолжить эту беседу, посмотреть на то, как журналистика, возможно, работает в Америке в следующий раз. Большое спасибо вам, ведущий Артиен, ведущий Дэвидзен Радио, Данил Русаков и, друзья, вы смотрите Рашкин Репорт. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова